Следующий наш собеседник, старший аналитик компании Nord Capital, Сергей Аллен. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну что же, теперь мы точно знаем, стартует программа 9 марта, об этом объявила глава ЕЦБ. Что ждать от евро? Сегодня вроде попытались пробить отметку 1.10, но пока неудачно. Вы знаете, на мой взгляд, при текущей риторике вполне уже возможен в течение, например, месяца-двух паритет и, возможно, и ниже этого уровня пара евро-доллар опустится. Потому что, смотря на последние действия, мы видим, что эта вся риторика, она довольно-таки холоднокровна к евро-валюте. И здесь такое ощущение, что на самом деле эта политика направлена не на стимулирование инфляционных процессов, а на девальвацию евро, соответственно, для того, чтобы должникам стран евро было проще рассчитаться по своим долгам. То есть такая точка зрения, на наш взгляд, тоже имеет место. И вот, например, на днях Ангела Меркель тоже говорила, что неплохо бы помимо инвестиций начать странам экономить, пойти по пути более жесткой экономии. То есть явно сейчас в еврозоне по-прежнему существует масса проблем. И также показательное то, что уже нет единой позиции по многим вопросам, в том числе и по украинскому. Все это, конечно, не лучшим образом будет сказываться на позициях евро. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Альин, старший аналитик компании Норд Капитал, был с нами на прямой связи.